Привет! Мы вернулись. И сегодня по заявкам наших радиослушателей, любимых подписчиков, мы решили сделать видео о сухих костюмах. Очень часто вы нас просите рассказать, решили, почему бы нет. Как раз лето наступило, да? Жара. Самое время для сухого костюма. Для начала давайте определимся, кому нужен сухой костюм. Как я считаю, сухой костюм нужен абсолютно всем дайверам, которые ныряют чаще, чем раз в год в течение недели в тёплых странах под пальмами. Всем остальным сухой костюм нужен. А мы под пальмами? Ну и под пальмами. Ну вот в Египте, например, возьмём. У нас время для дайвинга в мокром костюме, это, наверное, начиная со второй половины апреля, а то и позже, и, наверное, по конец ноября. А дальше всё. Сухой костюм. Ну, на самом деле, всё зависит от количества биоприна на вашем теле. Но если вы ныряете часто, приезжайте зимой, февраль, март особенно. Я думаю, со временем вы почувствуете такую необходимость. И тем более, если вы в такое время соберётесь на сафари. Все говорят, я типа не мёрзну, что вы там рассказываете. У нас в озере около дома вода градусов 18, дай бог, а так и 8 градусов. И мы ныряем, мы кряках, ничего. Но я просто вижу каждый день людей, которые дрожат на борту яхты, переодевая свой мокрый костюм, вылезая из него. Особенно, когда ветерок подует. И ради чего, собственно, и чего так мёрзнуть? Ну, то есть, первое. Практически всем дайверам, кто ныряет, не только на Мальдивах. Второе. Людям, которые собираются работать здесь, это обязательно. Это даже не обсуждается, я думаю. Ну, и третье. Наверное, всем технорям. Ну, да. В техническом дайвинге без сухого костюма, в принципе, делать нечего. Хочу вам напомнить, что на нашем канале есть курс Найтракс Онлайн, который вы можете скачать по ссылке в описании, пройти этот курс и получить сертификат Найтракс Дайвер. Абсолютно за какие-то смешные деньги. Ну, по цене сертификата. По цене карточки. Также не забывайте подписываться и комментировать наше видео. Ну, с чего начнём? Начнём с того, какие костюмы бывают. В принципе, костюмы сухие в основном делятся на два вида. Это по материалу, из которого они изготовлены. Это неопрен или композитные костюмы, которые изготавливаются из материалов, состоящих из нескольких слоёв различных. Ну, про неопрен, я думаю. Вот Татьяна, он лучше расскажет, она ныряет в неопренов костюмы. Так, ну, тут как бы есть свои плюсы и минусы. Плюсы, наверное, в том, что в нём немного теплее. Но мы берём сейчас только тёплую воду. Ну, относительно тёплую воду. То есть мы не берём воду около 0 градусов. Вот. И для тех, кто работает, если вы затекли в неопреновом костюме, то у вас есть шанс немножечко доработать этот дайв. А, возможно, не только этот дайв. Второй плюс. Вам особо не придётся заморачиваться с поддёмой. То есть здесь подойдёт, в принципе, любое термобельё. Ну, это в тёплой воде, в холодной воде, естественно, термобельё не обойдётесь. Из минусов можно сказать, что он достаточно тяжёлый. И, ну, можно сказать, что менее надёжный. Вот. И есть такой совет, что если вы уж решились брать неопреновый костюм, то берите костюм, который из крашт неопрен, прессованный такой. Да, то есть он будет... С разрушенной порой. С разрушенной порой, да. Он будет понадёжнее в плане износостойкости. Да, потому что с обычной порой, то есть из обычного неопрена сухой костюм со временем изнашивается. То есть точно так же становится тоньше и тоньше, как из обычного, то есть как обычный мокрый костюм. Поэтому, ну, плюсы то, что он мягче эластичный, минусы то, что он быстрее придёт в негодность. А стоимость сухого костюма, в принципе, далеко не маленькая. Ну, то есть он все плюсы этим нивелировался, поэтому, я думаю, даже не стоит его рассматривать. Да, но они редкие. Ну, и костюмы из композитных материалов. Тут огромное количество сейчас материалов. То есть первое, как бы, самое, наверное, известное, распространённое, это так называемый триламинат, трёхслойный материал, где сверху, то есть один слой какого-то износа стойкого материала, а потом слой водонепроницаемого материала и потом слой какого-то ещё материала, который соприкасается, грубо говоря, с телом, внутреннее покрытие. Потом есть беламинат, то же самое, только без внутреннего слоя. То есть всего два слоя износа стойкий и водонепроницаемый. Плюс новые костюмы идут из мембраны. Да, это материал, который пропускать способен якобы только в одну сторону, как, ну, в принципе, он пропускает, призван пропускать, наверное, испарение нашего тела влагу. При этом воду, вода внутрь не попадает. У всех этих костюмов, у всех этих материалов есть свои плюсы-минусы. В принципе, при желании вы можете посмотреть сами плюсы-минусы. Ну, кратко, если сказать, то костюмы из три ламината, они не так легки в ремонте на коленке, да, то есть в сервисе вам отремонтируют их без проблем. На коленке вам будет немножко тяжелее его проклеить, потому что внутренняя ткань имеет не очень хорошую адгезию. Белый ламинат прекрасно ремонтируется на коленке. То есть можно использовать обычные автомобильные или велосипедные заплатки, чтобы его отремонтировать прямо во время, не знаю, между погружением вы можете отремонтировать и продолжить свою серию. Ну, а мембрана, вот, честно говоря, не знаю, как вообще она ремонтируется. Говорят, тоже, я сам лично не сталкивался, но, говорят, тоже непроста в ремонте. Ну, и немного для любителей купить бронекостюм могу сказать, что, в принципе, ребят, ну, конечно, можно выбирать костюм, в котором один слой с киваровой нитью, там, да, или с какой-нибудь карбоновой нитью, который типа износостойкий. Но, во-первых, эти костюмы имеют значительно, наверное, больше минусов, потому что, как правило, материал этот более жесткий, и особенно при погружении в минусовых температурах, при выходе наружу, у вас он просто встанет колом, будет бронекостюм, который, как скафандр вы можете поставить, он будет стоять. Это одно. И при ремонте внешним он тоже очень достаточно сложен, и если надо его будет перешивать, я думаю, тоже этот материал не самый хороший для перешивания вам. Люди, которые ищут этот костюм, скажут, что, в принципе, нет ни готового смысла. А пробить под водой костюм, ну, знаете, это надо постараться. Ну, да, это третье. А где вы вообще собрались нырять? Если вам нужен такой костюм, что вы собрались сделать. То есть, есть ли ваша задача без ничего просто скрестись по каким-то пещерам, где ноу-маунт применяется, то есть вы просто без вас, без ничего ползете в какой-то норе, ну, может быть, да, там кевлары нужен, чтобы не содрать костюм за одно погружение. А так, если вы плаваете, представьте, какое вам надо усилие, чтобы пробить этот костюм. Возьмите просто кусочек любой ткани и попробуйте ее под водой проткнуть. Да, даже своим дайверским ножом попробуйте проткнуть кусочек ткани. Посмотрите, сколько вам надо усилий, чтобы его проткнуть. Итак, если с материалом вам более-менее все понятно, первое, наверное, и самое важное, на что стоит обратить свое внимание при выборе сухого костюма, это его крой. Ну, здесь неопреновые костюмы немножко выигрывают, потому что в них нет такого ощущения, что вы плаваете как будто в мусорном мешке. Вот, они немножко лучше тянутся. И, в принципе, даже, например, если вам нужно до вентилей дотянуться, в неопреновом костюме это будет проще, например, чем если вот в туго подогнано треволминатно. Ну да, так как неопреновые костюмы все-таки эластичные и требуют поддевы немного более тонкие, их шьют больше по фигуре. Соответственно, они имеют лучшую обтекаемость. Меньше парусят. Меньше парусят под водой, да. Но современные костюмы из композитных тканей тоже, собственно, не шьют как мусорный мешок. Больше всего выглядят на мусорный мешок костюмы, которые имеют монокройку. То есть те костюмы, которые не имеют телескопического торса. Костюмы же с телескопическим торсом, они шьются больше по фигуре. Тем более сейчас практически все такие известные производители, которые шьют не на массовый рынок, то есть не для магазинов, а для дайверов, они шьют по индивидуальным меркам. Ну, расскажи, что такое телескопический торс. Да. Почему я советую костюмы с телескопическим торсом? Смотрите, когда ваш костюм имеет так называемый монокрой, когда у вас грудная часть переходит в нижнюю, и она жестко соединена, то при попытке поднять руку у вас в районе рукава происходит натяжение, и оно, как правило, не дает вам занести руку назад, например, дотянуться для вентилей, и что очень важно для технической дайвинге, и вообще ограничивает вашу подвижность, если костюм вам по размеру. Если же костюм, конечно, очень большой у вас, вот он висит как мусорный мешок, да, вы, конечно, сможете. Но тут выбирайте. Либо порусить под водой, испытывать большее сопротивление, чтобы двигаться как в мусорном мешке, либо костюм пофигу. С телескопическим кровем торсом это, в принципе, не происходит. Почему? Потому что у вас костюм имеет фактически складку в районе пояса, и она на эластичных... Типа бандажей? Да, на резинках она крепится, то есть все время она натянута, то есть ничего не парусит, ничего не выпирает, нигде не торчит. Но при этом, когда вы поднимаете руку, у вас тут происходит удлинение, настолько, насколько вам надо, вы легко дотягиваетесь до вентилей, ну и куда вам надо, и подвижность значительно больше. Еще один момент. Сейчас все более доступен становится индивидуальный пошив в сухих костюмах. В принципе, уже почти все производители достаточно высокого качества их делают, поэтому если у вас есть такая возможность, да, это будет, может быть, немножко дороже, но оно того стоит. Разница в цене, на самом деле, незначительная, и действительно все серьезные производители, которые шьют для дайверов, а не для магазинов, они делают индивидуальный пошив по вашим меркам. То есть вы снимаете мерки, они вам присылают таблицу, где надо и что измерить, вы снимаете мерки, посылаете им, и получаете уже костюм, сшитый по вашим меркам, обговаривая при этом, какую конфигурацию вы хотите, что вы хотите там поставить, какую подделу будете использовать. То есть с учетом всех вот этих нюансов вы получаете костюм максимально близкий к тому, который вам нужен. То есть это, я думаю, я считаю, это лучший результат, учитывая стоимость костюма. Здесь надо еще быть готовым все-таки к нескольким примеркам, потому что, если вы уж обратились за ним по шивам, скорее всего, у вас фигура нестандартная. Вот, нет. Ну, получится примерки, практически никто не делает примерки, потому что у тебя производитель костюмов где-нибудь в Польше или на Мальте. Узнаем много примеров, когда перешивали под два по три раза. Да, ну, перешивали. Ну, да, отвлеклись. Нет. Не вырежу. Ну и ладно, и хорошо. Отлично. Вот, то есть при возможности старайтесь заказать себе костюм. Не так уж это и дорого. Ну, а дальше самая такая тема, которую чаще всего обсуждают владельцы сухих костюмов, какая молния у тебя стоит на костюме и какая же молния выше. Ну, молнии бывают сейчас на самом деле два типа всего. Это молнии пластиковые и молнии металлические. Пластиковые молнии не так давно стали применяться, значительно позже. Металлические – это такая классика. О плюсах и минусах говорить сложно. У каждой из этих есть и плюсы, и минусы. Можем сказать только, наверное, вот из собственной практики, что мы приняли для себя. Ну, мы перешли на пластик. Ну, хотя могу сказать, что родная металлическая прослужила дольше, наверное. Да, то есть вот именно родная. У меня то же самое. На моем костюме родная металлическая молния, которая стояла от производителя, прослужила лет, наверное, восемь. Никто не верит, но она прослужила восемь лет и еще бы служила, если бы ее просто физически не сломали. Просто при транспортировке костюм переломили, и молния в итоге все-таки сломалась. Пластиковые молнии, сейчас которые мы поставили, мы меняли вначале на металлические, после этого, и я, и Татьяна на своем костюме. Служили они 2-3 года. А то и меньше. А то, да, было и меньше. Вроде как бы и производитель тот же, но непонятно. Видимо, все-таки нет больше. Пластиковые молнии, которые мы сейчас поставили, уже, наверное, сколько? Годика 3 ходит у нас. Ну да, все довольны. Пока никаких нареканий на пластик нет. Что выбрать? Тут, конечно, мы вам не можем прям так вот жестко советовать, типа берите металл или берите пластик. В разных условиях, наверное, все-таки разные молнии будут выигрышны. То есть в условиях достаточно чистого моря, ныряете в воде, которая не загрязнена какими-то микрочастицами, которые могут попадать на море. Для взвесения. Да, нет взвеси жесткой, там нет ни пыли, ничего. То есть когда вы просто ныряете для удовольствия, а в большинстве своем вы ныряете для удовольствия. Я думаю, что пластиковая молния значительно выигрышна, потому что она даже более эластична и к транспортировке это многое значит. Со временем она дольше должна, по идее, прослужить. При этом, если же вы ныряете наверное в холодной воде, то есть в ледяной, тут пластиковая молния может как бы сыграть наверное в минус, потому что кристаллики льда все-таки способны деформировать ее при застегивании. То есть если у вас где-то в молнии вдруг она была не сухая, попала замерзшая вода, то есть скорее всего пластик все-таки деформируется и со временем это начнет течь. Ну это слишком уже я долго вам об этом рассказываю, поэтому совет. Если условия более-менее адекватные, вы не занимаетесь коммерческим дайвингом, не чистите канализационные колодцы, не ныряете, не знаю, в условиях, когда вам песок несет постоянно взвеси песка и воды, то, наверное, пластиковая молния все-таки лучше. Ну еще вариант второй молнии, то есть сверху защитной, она немножко спасает. Да, это она защищает, ну немного на самом деле, действительно немного, да. Если вы посмотрите вот на фотографии, вот она пластиковая молния, она не герметична, под нее также все попадает, то есть попадание, в принципе, от попадания песка она защитит условно, например, на суше, а под водой скорее всего нет. Следующее, на что можно обратить внимание, это на расположение молнии на вашем цеховом костюме. Значит, здесь они делятся на три типа, можно сказать, на молнии, которая расположена сзади, по спине у вас. Второй вариант, это передняя молния, которая идет по диагонали. И третий вариант, это молния такая, ну как воротниковая, да, можно ее назвать? Да, можно назвать воротниковая, то есть когда она идет вот так вот, по типу большого воротника, либо по поясу. То есть она, на самом деле, передняя горизонтальная. Вот. Какой выбрать вариант? Тут, как правило, сталкиваются два интереса. Первый интерес, или две проблемы. Первое, это самостоятельно открыть, закрыть костюм, а второе, это насколько защищена молния от повреждений при погружениях, при различном расположении. Если брать... Ну понятно, что с задней молнией, естественно, вы сами ничего сделать не можете, но с другой стороны, а часто ли вы ныряете прям в одиночку, в одиночку, что никого рядом нет? То есть как бы... Всегда есть человек рядом, который вам поможет закрыть молнию и открыть молнию. Еще один плюс такой молнии в том, что если она начала немножечко подтекать, но это уже больше, наверное, для тех, кто работает, то, в принципе, за счет того, что это расположение у нее сверху, и там обычно у вас воздушный пузырь, то можно достаточно долго еще проплавать. Ну, будет меньше. С этой проблемой, да. Меньше будет подтекать, если у вас есть воздух под костюмом, то, скорее всего, такая молния будет меньше течь. Молния расположенная диагональная, которая идет спереди по диагонали, она тоже, на самом деле, не всегда удобно. Очень часто точно так же просят помочь ее начать открывать или помочь... До конца застегнуть. Да, до конца застегнуть, потому что она заканчивается очень высоко. И если она, молния, будет не очень длинная, то есть, например, начинается от вот плеча и заканчивается здесь, такой костюм будет очень удобно надевать. Ну, тут все от вашей гибкости будет еще зависеть. Но, опять же, да, эту молнию вы способны застегнуть сами. Молния проходит спереди. При небольших повреждениях, если она начнет подтекать, она будет подтекать. Соответственно, потому что здесь у вас, как правило, разрежение. Вот. И молния, которая воротниковая, в принципе, обладает всеми теми же недостатками, наверное, которые и диагональны, то есть тоже самое далеко тянуться. Плюс не очень удобно одевать костюм, потому что накидываете вот эту верхнюю часть на себя, как крышку, не знаю, как крышку люка. Вот. И если у вас достаточно плотно сидит костюм, толстая подъема, например, как у меня на одном из костюмов, то это бывает не всегда легко сделать, то есть приходится так вот подтянуть хорошенько, чтобы в такой костюм заскочить, залезть. Молния, которая расположена снизу, ну, это тоже такое своего рода, такое извращение, как я считаю, не знаю, но, в принципе, это, наверное, одно из первых расположений молнии, которое применялось, возможно. Потому что примерно так устроены костюмы там у спелеологов и у прочих там, у ребят, кто занимается недайвингом, то есть она герметизируется в районе пояса. Ну, это молния тоже, то есть она у вас получается вот так вот застегивается вокруг туловища. Ну, а сейчас выбор таких костюмов не такой уж большой. Да, но застегнуть ее легко, расстегнуть легко. В принципе, особых недостатков нет, кроме как неудобно, не совсем не столь удобно надевать такой костюм. Вот и все. Следующее, на что, наверное, стоит обращать внимание, это манжеты. Манжеты у нас бывают трех типов на сухих костюмах. По типу материала, из которого они изготовлены, это неопрен, это латекс, это силикон. И двух типов по методу монтажа, то есть это мертвый монтаж, то есть когда они вклеены в костюм, и съемные манжеты. Ну, давайте рассмотрим, наверное, начнем с неопрена. Неопрен у нас, как почитает, Татьяна, не знаю, как она смеется. Но на самом деле неопрен предпочитает не только Татьяна. Многие дайверы, особенно кто ныряет в холодной воде, предпочитают шейную манжету делать из неопрена. Объясните, почему? Ну, здесь а, теплее, и б, даже если вы ее немножечко задели, надорвали, то в принципе ничего страшного. Если вы случайно, например, задеваете латексную манжету, то у вас будет разрыв вот так вот. И все, в этом по себе вы больше нырять не сможете. Вот, как примерно на фотографии с латексной ручной манжетой. По мне так еще есть один плюс у неопреновых манжет, они меньше оказывают давление на горло. Да, и если вы где-то храните в теплом месте костюмы, например, в холодильнике, они не тают летом. Ну, вот как у нас есть такая проблема. Эта проблема, наверное, связана только с Египтом. Не знаю, о других странах не слышал, но у нас манжеты из латекса не живут. Каждый год на меняем манжеты. То есть лет на меня не переживают. Каждый год на меняем манжеты, независимо от того, какие это манжеты. То есть heavy duty, толстые, тонкие, какой производитель латекса. Все равно за лето он начинает разлагаться и таять. По мне латекс имеет достаточно много преимуществ. Латекс эластичен. Латекс не достаточно износа стоек. Работает он долго, если не подвержен влиянию прямых солнечных лучей, что он очень плохо переносит. На латекс легко монтируются кольца для сухих перчаток. Да, то есть имейте в виду, что на неопреновую манжету вы не наденете съемные перчатки. Да, то есть здесь у вас кольца монтируются непосредственно на манжету, то на неопреновую манжету вы кольца не поставите. Если же кольца вклеиваются как в костюм, то там можно использовать и неопреновые манжеты с перчатками, с сухими перчатками. И плюс латексные манжеты, наверное, так же можно сделать как быстро съемными. То есть их можно использовать системой быстрого блюда. Скольцами. Да, скольцами для быстрого съема. Вот. Силикон. Силикон, наверное, самый эластичный из всех материалов. Он хорошо прилипает, но силикон, наверное, самый нежный в плане повреждения. То есть если вы зацепили латекс, то не такая большая вероятность, что он порвется. А силикон, если особенно он не новый, он начинает прям выкрашиваться кусочками, он очень легко вырывается. Кто пользовался силиконами манжеты, знает. Но большинство, кто использует силиконами манжеты, практически всегда силиконами манжеты исключительно на быстросъемных пальцах. То есть поменять их нет никакой проблемы. Всегда с собой комплект запасных силиконовых манжет и меняешь. Я использую и силикон, и латекс. Неопрен у меня я не использую на своих костюмах. Ну вот Татьяна... Ну тебе нужны просто сухие перчатки менять. Я так проверяю. Ну и еще один момент со всякими приблудами для того, чтобы вы смогли надеть этот костюм для разных манжетов. В смысле? Ну всякие порошки там, гелии и так далее. То есть те же латексные и силиконовые манжеты, так как они очень плохо скользят, для надевания комфортного требуют какой-то смазки. И вот тут начинается. А вот этот тальк можно использовать, а вот этот нельзя. Мы используем чистый тальк. Присыпка для детской нельзя, она разрушает манжеты. Ну, ребят, я честно скажу, никакой разницы. Мы использовали и обычный технический тальк, и детскую присыпку. Манжеты выходят ровно с той же периодичностью строя, никакого не оказывают. Отдельно стоит вообще упомянуть систему быстрой смены манжет. Для ручных манжет я считаю, что это, в принципе, очень оправданно. Особенно современные кольца, которые низкого профиля, то есть не простые, такие круглые, громоздкие, пластиковые, старые, как у меня стоят. Овальные кольца, достаточно компактные, при этом позволяют просунуть в руку. Ну, это удобно. Манжета порвалась быстренько, поменял на новую, и вперед дальше нырять. Для шейной манжеты, я считаю, скорее всего, все-таки это больше, наверное, недостаток. Почему? Кольцо очень давит... Да, если у вас моностропа, то не жалуются практически все. Да, очень-очень давит на плечи. На шеи. Ключицы, да. Да, на ключицы. Поэтому мне лично не нравится. За все свое время ни разу у меня не было такого, чтобы мне понадобилось срочно менять шейную манжету. Как правило, то, что она подходит к концу, ясно заранее. Уже видно то, что она подрастянулась, она начинает немножечко пропускать воду, и уже надо быть готовым и просто поменять ее заранее, не ждать, когда она порвется. Если, конечно, не следить, то, да, можно одеть кольцо, то есть вклеить кольцо для быстрой смены, но будете испытывать какие-то неудобства. В первую очередь, они, конечно же, испытываются на суше. Дальше давайте про обувь. Какая бывает обувь на сухих костюмах? Собственно, на самом деле, два принципиальных типа – это боты и носки. Боты при этом делятся на два подвида. Это так называемые турбососы, облегченные боты. Их чаще всего используют, кстати, в техническом, технические дайверы. Либо такой достаточно серьезный бот, вот, больше похож на сапог. Чаще всего используется, кстати, на неопреновых костюмах. И носки. Носки могут быть тоже из неопрена, либо из какого-нибудь ламинатного материала, то есть многослойного. Итак, сапоги. Здесь, да, сапоги, наверное, только для тех, кто работает с берегов, например, как в условиях Дахаба. И редко путешествует туда, либо вообще никуда не выезжает, потому что все-таки это громоздко, это тяжело, это неудобно. Ну, при этом, да, если заход у вас по камням, по каким-то кораллам, то, наверное, эти боты наиболее такие хорошо защищают ногу. Вот, причем они защищают ее не только на стопе, но и выше. Потому что это все-таки выглядит, как такие полосапожки. Еще один плюс, меньше немножко обжимаются в воде. Да, возможно. Но минус то, что много воздуха может скопиться. Если они не по размеру, либо чуть больше. Вот. В принципе, от камней, кораллов и прочего также неплохо защищают рок-боты, которые одевают как раз на боты на костюм, у которых интегрированы носки. Либо, в принципе, любой дайверский ботинок точно так же с этим хорошо справляется. Можно одеть дайверский ботинок. Но рок-боты, они, как правило, все-таки более такие мощного, имеют мощный протектор на подошве. Да, и сделаны из материала. Зачастую там даже кожзам такой достаточно толстый. Ну, не знаю. Хорошо, плохо, но по мне так это утяжеляет тоже при перевозке. Я лично использую обычный дайверский ботинок. У меня костюмы все с носками. Вот. Ну, и рок-турбосолсы. Турбосолсы – это, по большому счету, облегченные дайвботы, которые вклеены в костюм. Ну, это, наверное, что-то среднее получается между сапогом и дайверским обочином ботинком. Практически большинство, большинство нырялок за глаза хватает этих турбосолсов, потому что у них также есть достаточно жесткая подошва. Может быть, не настолько жесткая, как у сапог и у рок-бот. Но при этом ее вполне достаточно практически везде. Также на все накладки от истирания есть на них. То есть, можно прямо непосредственно на ласки одевать, что не сделаешь, например, с носками интегрируемыми. Тут надо какую-то защиту, потому что теми же ласками легко перетирается. Ну, еще один момент по поводу ботинок в виде сапог. Некоторые жалуются то, что вот это вот место присоединения начинает подтекать как-то. Переламывается. Да, у меня такой проблемы нет уже. Почти 10 лет костюм. Может быть, не повезло. Может быть, у вас есть какой-то другой опыт. Напишите. Мне кажется, просто при правильном хранении, когда не переламывается ткань в районе бота, у нас ткани все-таки разные, разные материалы, разная жесткость. И вот из-за постоянного того, что ткань переламывается... Я вообще не знаю, как надо его комкать. Нет, но опять же, про хранение. Ведь когда вы костюм покупаете, там вложены инструкции, написано, как его хранить. Он должен храниться в развернутом виде в подвешенном, в специальной вешенке. И, кстати, боты бывают тоже быстросъемные на кольцах. Не знаю. Это отдельный вид извращения. Да, для чего это нужно? Еще одна точка отказа, еще одно место, где может костюм затечь, но, тем не менее, для чего-то делают такое. Еще одно устройство, которое присутствует на сухом костюме, это клапана. Клапан поддовый, клапан сбросов. На самом деле, их в основном сейчас делают два производителя. Ну, три. Сейчас появится еще один производитель, который более-менее распространен, но, скорее всего, конечно, их больше. Но наиболее распространенные это Apex, это SciTech и еще, по-моему, Utec. Новые клапана, которые низкопрофильные. Чем отвечаются? По большому счету только конструкции и высотой профиля. Высокопрофильный и низкопрофильный, то есть, насколько он выступает. Для меня преимущество низкопрофильных клапанов исключительно в том, что это удобно при надевании и снимании снаряжения и больше, в принципе, я особых преимуществ у них не вижу. Не знаю, как они в эксплуатации, у меня ни одного костюма нет, но не слышал каких-то отрицательных особо отзывов. Может быть, они есть, не знаю. Поэтому не принципиально. Какие клапана? Да, они, кстати, не взаимозаменяемы, потому что у них посадочные отверстия разные. Но тут я не думаю, что на это сильно стоит заоставить внимание. Если есть возможность поставить низкопрофильные, если они достаточно надежные, как вы считаете, берите низкопрофильные. Момент, на который стоит обратить внимание, это где расположен клапан. Потому что здесь возможны всякие извращения в виде клапана расположенного вот в этой части руки. Почему-то британцы любят располагать на своих костюмах клапан непосредственно на руке. Считают, что конечно проще сбросить, но не знаю, особенно... Вы имеете в виду, что в принципе при любой манжете вам достаточно руку поднять, и вы сможете сбросить, если у вас не пережат сухих перчатках, Но не знаю, по мне, поднимать руку это тоже не всегда возможно, особенно если вы стеснены каким-то потолком, вы находитесь на отголовной среде. Я бы не стал. И плюс, опять же, мы руками двигаем, это лишняя точка зацепа, каких-то там льней и прочее. Я точно предпочитаю клапан, который расположен на плече. Здесь следите, чтобы он не был достаточно низко расположен, потому что недостаточно будет просто немножко повернуться, и у вас сбросится в вольт. Лучше брать вот который где-то в этом районе. Производители практически все одинаковые на самом деле располагают. У меня костюмы разные, клапан примерно в одном и том же месте. Мне попадался костюм, который сложнее. Ну и дальше пошли всевозможные опции. это подогрев, пивалв, ну кто не знает, что такое пивалв, значит она вам и не нужна. Вот. И всевозможные накладки и карманы. Вот карманы опции очень нужны. Реально. На сухом костюме карманы это прям очень-очень хороший элемент. Главное, чтобы они были грамотно пришиты, нужного размера и правильно сделаны. То есть, чтобы они это не были какие-то карго-покеты, в которых можно положить, я не знаю, слона. Ну не слона, да, но по крайней мере слоненка. Чтобы они не очень торчали, при этом они желательно, чтобы когда были пустые, сами подтягивались, то есть, как-то эластичные элементы были предусмотрены обязательно в карманах должны быть отверстия для слива воды, понятно. И веревочки, пришиты кольца веревочные для открепления всех девайсов, когда вы вынимали из кармана, все на этой веревочке оставалось, на этом кольце. Ну и как по мне, все-таки карманы, которые изначально предусмотрены производителем, они немножко удобнее, чем съемные. То есть, меньше вероятности зацепа. Съемные карманы, да, есть такие, которые на липучках, либо система быстрого монтажа карманов, как у меня на одном из костюмов. Ну, в принципе, ничего плохого с этой системой быстрого монтажа карманов. Единственное, что со временем она износилась, сейчас ее перешить, но проще, наверное, будет пришить новые карманы. А на производстве все-таки это было сделать дорого и лучше, скорее всего. Подогрев тем, кто ныряет в холодной воде, под лед, вода 8 градусов и ниже, крайне рекомендую. Если есть возможность, но подогрев... Есть финансы на него. Да, есть финансы, но тогда вам понадобится апгрейд клапанов, то есть клапан под дуру раздолжен быть с вводом герма-разъема. Сейчас, правда, вроде как начали производить автономные подогреватели с аккумуляторным элементом, который одевается внутри костюма, но если он не имеет класс водозащиты, хотя бы 68-й, то я бы не советовал, потому что при попадании воды закоротнет и вы можете просто получить термические ожоги очень-очень сильно. Ну и подытожим, кому нужен сухой костюм. Практически. Всем, да. Дальше по критериям выбора для обычного дайвера. Это будет первое, материал. Второе, это крой. Третье, это цена. И всегда ориентируйтесь на то, где вы собираетесь его использовать. Еще один момент четвертый забыла, это вес при перевозке. То есть не берем костюмы бронированные, если они вам не нужны. Если вы не рассчитываете действительно лазить по каким-то норм, ничем вам эта броня не поможет, кроме как добавить вес и усложнить ремонт. Если вы никуда не ездить, в принципе, не рассчитываете лазить костюм с собой, а погружаетесь не так часто и в каких-то своих водоемах, то я думаю, что неопремный костюм вам более чем подойдет. Он обычно чуть дешевый. Да, опять же, тут вы выигрываете в цене. И да, еще один критерий, новый или голый. Вот тут играет очень много всевозможных нюансов. Смотрите, то есть даже если вы покупаете бушный костюм и вам заявляют, что он проверен в мастерской, даже при вас готовы провести тест, что он не течет, что манжеты все исправны, то есть молния работает, никаких там потертостей и ничего нет, это не говорит о том, что костюм у вас через какое-то время не начнет течь. Причем это время может быть очень коротким. поэтому бушный костюм это выбор, если только вы знаете его действительно реальную судьбу, вы знаете кто, то есть это ваш друг например продает, вы знаете, что на нем реально там мало человек намерело, то да, можно взять, а так ну я бы вот не рискнул. На этом наверное все, мы с вами прощаемся, до новых встреч, ждем ваших комментариев, лайков, подписок, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok